Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Наши делегаты 33 Баврущанина представят город на Всебелорусском народном собрании. Для меня это очень ответственно и почетно стать участником столь масштабного форума. О чем будут говорить. Безопасный воеж. В стране заработало новое мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19». Как и куда теперь можно вылететь? Болезненная история. Просто упал в углу, у меня пошла кровь, и у меня начало темнеть в глазах. Подросток, на которого напал пьяный дебошир, рассказал о недавнем инциденте. Расскажем, как поход в магазин может развить фобию. А также прямое авиасообщение из безработного в предпринимателей и холодный февраль. Последний месяц зимы будет морознее, чем обычно. Ждать ли снегопады? Подготовку к грядущему политическому форуму обсудили на совещании у президента. Александр Лукашенко отметил, все белорусское собрание нужно провести на высоком уровне. Не должно быть допущено ни организационных промахов, ни концептуальных просчетов. Формат предполагает масштабный диалог по самым разным аспектам развития страны. Голос каждого региона будет представлен на должном уровне. Накануне собрания надо еще раз более детально проработать волнующие людей проблемы. В областях прошло обсуждение основных направлений программы социально-экономического развития и ряда других вопросов, которые люди выдвинули, как я понимаю, на диалоговых площадках. Должен сказать, что хорошо. На месте организовали эти вопросы помощники президента, уполномоченные по областям и особенно губернаторы. Собрались делегаты, будущие участники Всебелорусского народного собрания и обсудили эти вопросы. Две с половиной тысячи человек и приглашенных, и гостей. Ясно, что все там не выступят. А вот обсудить на месте эти вопросы, сконцентрировать и вынести на Всебелорусское народное собрание от лица региона, это было сделано правильно. Всебелорусскому народному собранию готовы несколько тысяч предложений от принципиальных направлений развития страны до конкретных инициатив в экономике, социальной сфере и политической жизни. Бобруйск на Всебелорусском собрании, напомним, представит 33 делегата. Это профессионалы из разных сфер. Медики, педагоги, военные и не только. Максим Кембель дополнит тему. Стать военным миром я уже решил, когда служил в срочную службу, поступил на факультет ракетных войск и артиллерии. В военной академии в 99-м окончил, попал служить в Осиповиче, в реактивную бригаду до 2003 года там. Служил в 2003 году, уже перевелся в город Бобруйск. В 2008 году я уже с должности начальника штаба батальона поступал на командно-остановый факультет. В 2010 году окончил и вернулся сюда уже начальником штаба воинской части. Потом, в связи с служебной необходимостью, был направлен для дальнейшего проходения службы военным комиссаром Кармянского района Гомельской области, потом военным комиссаром Глузского района Наша Могилевская область, ну, уже с декабря 2014 года военный комиссар уже города Бобруйска, Бобруйска, Глузского, Кировских районов. С высоты своих погон полковник Березовский уверен, развитая военная инфраструктура, мобильная и хорошо оснащенная армия, важные аспекты независимого государства. В то же время успешность вооруженных сил – это плодотворная работа и с молодежью, в частности, с призывниками. Чтобы они больше проявляли инициативу, поддерживать инициативу молодежи, потому что все равно это их все в их руках. Поэтому я считаю, что необходимо – это молодые кадры, которые должны раскрывать свои таланты, которые должны реализовывать себя в своих профессиях. А чтобы быть лучшим в своем деле, нужно учиться на отлично. В первую очередь в школе здесь закладывается база знаний. 27-я всегда была в топе качества образования. 96% выпускников этого учебного заведения поступают в вузы. Директор Наталья Винокур – пример преданности родному месту. Как говорится, где родился, там и пригодился. Я закончила среднюю школу номер 27. Пришла сюда же, в эту школу, молодым специалистом, учителем русского языка и литературы. Через два года стала заместителем директора по воспитательной работе, затем заместителем директора по учебной работе. И вот уже пятый год возглавляю это же учреждение образования. Это человек, который способствует развитию творческих способностей каждого члена педагогического коллектива. Она очень любит свою работу, свое дело, детей. Это профессионал. Делегатом СБН я избираюсь впервые. Для меня это очень ответственно и почетно стать участником столь масштабного форума. Очень хорошо, что люди разных профессий, разного возраста, из всех регионов нашей страны имеют такую возможность собраться и обсудить те вопросы и проблемы, которые их волнуют, и найти решение этих вопросов. Мы единые нации, и очень важно сохранить народное единство. Меня, безусловно, будут волновать вопросы развития образования, медицины, социальной сферы. Но, вы знаете, все вопросы можно решить, если каждый работник, будь то сторож, дворник, педагог, либо руководитель, любой работник ответственно и добросовестно выполняет на своем рабочем месте свои профессиональные обязанности. Шестое Всебелорусское собрание, напомним, пройдет 11-12 февраля в Минске. В центре внимания программа социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Проверка боя и готовности, стартап для безработных и квартирный вопрос. В Беларуси к 2025-му планируют увеличить ввод жилья. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минск и Дубай соединит прямое авиасообщение. Полеты из столицы Беларуси будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Обратные рейсы из Дубая планируется осуществлять по средам и пятницам. Напомним, с января 2021-го белорусы могут въезжать, выезжать, исследовать транзитом через Объединенные Арабские Эмираты, а также находиться на территории ОАЭ без виз. Такие же условия действуют и для граждан Арабских Эмиратов на территории Беларуси. Первый рейс намечен на 19 февраля. Ввод жилья в Беларуси к 2025-му планируют увеличить до 4,5 миллионов квадратных метров. Это предусмотрено государственной программой строительства жилья. Согласно документу, планируется поэтапно увеличить объемы строительства общей площади и жилья с господдержкой, а также арендного, в том числе для военнослужащих и электродомов. Незанятых в экономике обучат основам предпринимательской деятельности, выплатят стипендию, программа будет организована для всех, кто зарегистрирован как безработный. Слушателям помогут прочитать рентабельность, бизнес-идеи, научат продвигать ее в интернет-ресурсах, работая с документами. Жизнеспособные стартапы получат и финансовую поддержку в виде субсидий для организации собственного дела. В белорусской армии продолжаются проверки боеготовности. В Витебске десантники несколько суток проводили стрельбы по воздушным целям. Летательные аппараты сбивали на различных высотах в разное время суток. Провели условные обстрелы целей расчетами зенитных ракетных подразделений. Выполнили и перехваты воздушных судов нарушителей экипажами авиации. Погодные условия усложняли задачу, но гвардейцы справились. На среду в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах прогнозируют гололед и гололедицу. В целом, в феврале в этом году ожидается холоднее обычного. Температура воздуха будет на 1 градус ниже климатической нормы. При этом по осадкам изменений не предвидится. Обычно за последний месяц зимы их выпадает от 27 до 45 миллиметров. В Беларуси выздоровели выписаны 237 178 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 249 994 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 488 821 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Сегодня заработало мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19». Оно позволит белорусам летать в Россию. Пассажиры должны сдать тест на коронавирус, а результат – загрузить в свой смартфон. Проект разрабатывал Евразийский банк развития. В общей базе, кроме стран союзного государства, также и Армения. Ранее рейсы принимали только в Домодедово. Сейчас и в Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке. Бесчеловечная история в Бобруйске получила свое продолжение. Речь пойдет о подростке, на которого набросился пьяный незнакомец и сломал ему нос. Обо всем по порядку из первых уст. Эти кадры с камеры видеонаблюдения облетели буквально все информагентства страны. Инцидент случился 19 января около 8 вечера. Дима Савин вместе со своим другом Ильей после школы решили зайти в магазин на проспекте строителей. Но планы ребят нарушил дебошир под градусом. Ни с того ни с сего начал махать кулаками. Мы не успеем дойти до магазина. Я беру за ручку дверей магазина. Откликает мужчина. Я сначала не понимаю, кого он зовет. Хотел понять, кого. Подходит потом он именно ко мне. Силой отдергивает меня от ручки магазина. И задает мне конкретный вопрос. Воровать иду? На что я ему отвечаю? То, что я иду покупать, а не воровать. После этого он нанес мне удар в живот. Попало мне по телефону. Потом начал бить мне в лицо. Сначала ударил мне в челюсть. Вел в угол магазина. И ударил мне уже лбом в нос. После чего я просто упал в углу. У меня пошла кровь. И у меня начало темнеть в глазах. Потом Илья в тот же момент, когда меня увели в угол, подбежал к мужчине, который поднимался. Попросил помочь. Мужчина подошел, убрал его от меня. И после этого вышла пара, мужчина и женщина. Женщина подошла ко мне, спросила, как я. А мужчина на тот момент вызывал уже департамент охраны. Тот вечер восьмиклассник вспоминает, как страшный сон. Мало того, что пьяных и темноты стал бояться гораздо больше, так еще и боли в области челюсти и носа не дают забыть о бесчеловечной истории. У подростка закрытый перелом. Дима, как сейчас, помнит, как незнакомая женщина прикладывала к его лицу холод. После прибежал старший брат, чуть позже и мама. Женщина позвонила, сказала, что моего сына избивают возле магазина. Что уже мужчину оттянули, и ребенок кровь идет с носа, что подойдите, мы вызвали милицию. Я первого отправила сына, потому что он был одет, а я в халате пока оделась. Когда я уже оделась, сотрудники милиции уже увели его. Я его даже не видела, я видела его только в милиции потом. Конечно, шок был очень сильный, у ребенка шок. Мы очень испугались, потому что у ребенка много пороков развития. И когда он и шел, мы шли с ним в Морозоновку, он говорит, я ничего не вижу. Вот тогда было самое страшное. Вот так, вот вроде все обошлось, все хорошо. Я очень благодарна сотрудникам милиции. Я же говорю, и очень тепло, и вот как-то и звонили, и узнавали, как ребенок, и все-все. Спасибо, конечно. Сказать спасибо сотрудникам милиции семейство Савиных решило лично. Пожать руку и сделать фото на память для подростка – дело принципиальное. Однако правоохранители убеждены – спокойный и мирный сон белорусов – их прямая обязанность. Мы находились на рабочей смене. Дежурного поступило сообщение, что неизвестный гражданин совершает какие-то противоправные действия в отношении совершеннолетнего. Как бы прибыли быстро, экипировались все. Благо, что граждане как бы его на месте немножечко приспугнули, он не знал, что делать. Сдержали. Видели, что ребенок стоит. Там какие-то следы крови были на плитке. Ну, и дальше разбирали его. Потом уже снимали видео и смотрели, что там действительно творились страшные вещи. Он был очень нетрезвый, так сказать. Может, еще не понимал, что происходит. Пока под это все мы его и задержали. Ну, общественности тоже спасибо. Помогли. Никто в стороне, да, не остался. Помогли. Народу много собралось. В отношении 38-летнего нападавшего возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый находится в ИВС. Известно, что он неоднократно судим и привлекался к административной ответственности за семейные скандалы. Пояснить мотив своей выходки он так и не смог. Но Дима Савин после учебы больше не забегает в магазин. Пьяных, признается, будет обходить за километр. Кто знает, что у них на уме. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бабруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин